Это участники эксперимента. Именно на крысах в медуниверситете проводят доклинические исследования нового препарата для лечения мочекаменной болезни. Группа ученых над лекарством работает уже несколько лет. Сейчас трудятся по госзаказу, что гораздо быстрее и эффективнее. Будущий препарат многие врачи уже ждут, ведь до сих пор самый действенный способ лечения этой болезни – дробить камни. Данная разработка, после всех этапов доказательства и выхода на соответствующее использование, она в первую очередь будет призвана повысить эффективность амбулаторного лечения, чтобы людей можно было меньше, реже подвергать госпитализацию. Ученые работают ежедневно. Когда лекарство начнет оказывать реальную пользу, пока неизвестно. Это процесс всегда длительный. А эти аппараты пользу уже приносят. Их здесь 89. Находятся они в лаборатории, которая в медицинском вузе появилась три года назад. Задача очень простая – оценить, как действуют вредные факторы на человека. Причем на человека не только на рабочем месте, но и в повседневной жизни. Вот, к примеру, как на вас действует ваш сотовый телефон. Миф, что сотовый телефон является радиоактивным, ученый развеял буквально за несколько секунд. Говорить языком цифр не будем, для обывателя они непонятны, но вывод очевиден. Приближаем плотную, обратите внимание, значит, цифру. Что-то даже уменьшается. Да, то есть здесь существенного изменения не произошло. Также и с компьютером. Находиться вблизи ноутбука – это тоже засвидетельствовала аппаратура – оказывается совсем не вредно. Ученые лаборатории также исследуют наличие опасных веществ в воздухе и воде. А этот прибор очень эффективен при обследовании большегрузов. При выезде машин за пределы края проводится их радиационный контроль. Сейчас в медицинском вузе работают более 300 кандидатов и сотни докторов наук. Их ректор университета сегодня назвал «элитой». Хотя наука – это не главное направление в вузе, на первом месте образования своеобразным подарком ученым к юбилею станет появление вивария – отдельного помещения для животных. Но помните, тех самых для экспериментальных исследований. Средства есть, выделенная земля, выделенные проекты. Мы хотим построить виварий, соответствующий тем не только нашим российским, но всем международным требованиям. Возможно, появление нового вивария ускорит не только исследование нового препарата для лечения мочекаменной болезни, но и позволит вплотную заняться другими разработками, которых у ученых медицинского еще достаточно. Татьяна Голубева, Алексей Фризин. День с толком.